МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привіт всім любителям спорту. Сьогодні наш тренер з йоги Лариса Фомченко продовжує знайомити вас із комплексом вправ, які допоможуть схуднути. Добрый день, добрый день. Мы не останем повторять о том, что йоги, как любви всевозрасту, покорны. И принимая свое тело таким, какое оно есть, важно достичь хорошего самочувствия и приступить к занятиям. Первую часть нашего комплекса мы уже освоили. Переходим ко второй части комплекса, который поможет телу быть более подтянутым и стройным. Как обычно, начинаем наше занятие с настройки и разминки. Складываем ладошки в намасты перед грудью. Соединив свое внимание с ощущением потока дыхания, погружаемся вовнутрь. И ощущение внутреннего центра тяжести проецируем на плоскость стоп. Легкое втягивающее напряжение в коленных чашечках. Поднимаем тонус по мышцам всего тела. Складываем кисти рук в замочек. Стопы давят в полно вдохе вверх. Выдох ладошки к макушке. Плечи расслабляем. Еще раз вверх. Расслабляем. Максимально натягиваемся вверх. Таз влево, корпус вправо. Во время вдоха возвращаемся в вертикальное положение. Ладошки к макушке. Еще раз стопы надавили в пол. Ладошки вверх. И с выдохом в противоположную сторону. Замочек рук, корпус влево. За таз вправо. Правый локоть вверх из-под плеча. Посмотрим в потолок, в небо. И на вдохе вверх. Выдох, опускаем. Опускаем руки. Расслабляем вдоль корпуса. Очень хорошо использовать для разминки и настройки на любые занятия с физическим телом такую дыхательную практику. Вдох носом. Левый плечевой сустав поднимаем вверх. Выдох через приоткрытый рот. Резко сбрасываем напряжение. Теперь правый. И теперь оба. Итак, мы продолжаем знакомиться с комплексом для снижения веса тела. И оно называется наклон на прямых ногах. Бедра сейчас мягкие. С выдохом подтягиваем попок к спине и направляем повздошные косточки, вот тазовые, к бедрам. И дальше начинаем расслаблять шею, плечи. Чем больше расслабляются мышцы спины, плечи, тем тяжелее становится корпус. И теперь начинаем втягивать коленные чашечки, выпрямляя ноги. Таз разворачивается. Открываются под ягодички. И представьте себе, что за спиной, воображаемая стеночкой, ваши седаличные кости направлены в эту стену. Чуть-чуть вперед. Начинаем подавать таз по направлению к пальчикам стоп. Усиливаем натяжение задней поверхности ног. Спокойно дышим. Давайте расслабим шею. Да. Да. Чем больше будет расслабленных мышц, тем больше высвободится поясница. Хорошо натянется задняя поверхность ног. Здесь, в этом положении, открывается очень много лимфоузлов. Чуть-чуть еще вперед. Таз по направлению к пальчикам стоп. Можно подтянуть себя ближе. В первую очередь направляем повздошные тазовые косточки к бедрам. То есть вот разворот таза. И затем уже выпрямляем ножки, расслабив полностью корпус. 10-15 циклов дыхания. Вообще, как и любую другую асану, йога-асану, можно практиковать в статике до 3 минут. Замечательно. Не спеша, без резких движений, выходим из этого положения. Переносим ладошки на бедра над коленками и выпрямляем руки. И теперь стопы давят в пол. Передаем напряжение в мышцы корпуса. Он был расслаблен. И теперь постепенно мы передаем напряжение в мышцы корпуса, выстраиваясь вертикально. Следующее упражнение называется «Рыба». Мы ложимся на спинку. Ложимся на спинку. Руки вдоль корпуса. Лопатки. Лопатки вдоль спины и пола. Хорошо. Опираясь на локти, приподнимаем грудную клетку и разворачиваем лопатки к тазу, выталкиваем ребра. И еще больше разворачиваем плечи, локти в пол. Попробуем поднять себя. Вот именно толкая из положения лежа, толкая плечи, локти в пол. Открывается горло и разворачиваем таз копчиком к затылку. Копчик к затылку. Больше и больше плечи в пол. Как будто бы силу вытягиваем из мышц спины. Хорошо. Еще сокращаем угол между предплечьем и плечом, надавливая в пол. Хорошо. При этом таз развернут. Копчик навстречу затылку. Хорошо. Есть еще такой маленький нюанс, который очень важен при выполнении этого упражнения. Под закрытыми веками глазные яблоки развернуты к серединке лба. И спокойное ровное дыхание носом. И еще больше. То есть 10-12 циклов дыхания, как и в предыдущих упражнениях. И как можно сильнее, надавив плечами в пол, начинаем подтягивать сначала подбородок, ложиться затылок. И потихонечку опускаем спинку. Лежим. Полежим немножко. Позволяем телу восстановить все энергопотоки. И следующее упражнение. Дельфинчик. Это не виньяса, потому что виньяса – это несколько асан, которые выполняются динамично на определенную фазу дыхания, либо в определенном ритме дыхания. Здесь же сама асана просто разделяется на две фазы дыхания. Нам нужно встать на коленки. Лучше через правый бок разворачиваемся по часовой стрелке, запуская все наши энергопотоки. И можно развернуться на коврике, да, друг к другу лицом, головой. Хорошо. Сейчас, стоя на коленях, из позы кошечки, то есть бедра вертикальные, выставляем локти под плечевые суставы. Теперь подушечки стоп в пол. Хорошо. Приподнимаем таз, выпрямив ноги. Хорошо. Можно сделать маленький шаг стопами назад, уменьшить угол. То есть угол в данном случае между бедрами и корпусом особого значения, то есть нет ограничений каких-то, очень индивидуально. Почему? Потому что нагрузка, меняя вот этот угол, вы меняете значительно нагрузку в этом упражнении. Итак, 10-12 циклов выполняем. Один цикл – это выдох, коснулись лбом внутри треугольничка пола, вдох снаружи. Разворот на плечах, работают мышцы всего тела синхронно с дыханием. Выдох внутри, вдох снаружи. Так, чтобы… Что-то мешает? Можно чуть уже локти. Хорошо смещается центр тяжести и дыхание по всему телу распространяется. Нигде не блокируем. Мышцы живота работают спокойно, все диафрагмы дышат. Да, да, это именно то, о чем мы с вами говорили. Меняя угол, изначально вы можете значительно увеличить или уменьшить нагрузку в выполнении этого упражнения. Хорошо. Опускаемся на коленки. Опускаем подъемы стоп, пяточки развернуты наружу, седаличные кости на пяточке, поза ребенка, ребра на бедрах, лоб на полу, руки вдоль корпуса, ладошки вверх, локти наружу. Расслабляем шею, расслабляем плечи, позволяем восстановиться кровообращению, всем энергопотокам. И опираясь ладошками в пол, выпрямляя руки не спеша, садимся прямо, складываем ладошки. Благодарим свое тело. Сейчас мысленно изнутри принимаем тело таким, какое оно есть. Благодарим за все возможности, которые мы получаем, возможности действовать в своей жизни, чувствовать себя хорошо. Хорошо, благодарим, настраиваемся на новые высоты, новые победы, на переживания счастливых неожиданностей и выводим внимание наружу. Разводим руки в сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok